Шалом, шалом. Давайте повторим пройденный материал. Итак, в первых трех проход мы уже вошли в контакт с Творцом, мы к Нему приблизились, и теперь мы стоим, обращаясь к Нему. И в первой брахе мы сказали Маген Аврагам. Это значит, что Маген защищает всех, у кого есть какая-то схорость с Авраамом, а эта схорость есть у каждого из нас. Мы все как будто по-настоящему из Гена. Мы внесем все Гены Авраама в Вину. Можно пошутить, сказать, что Маген из Гены, мы все из Гена Авраама. Маген Авраам. И дальше мы говорим Атагиборлолям, Михаимитим, Равлюшия. Это вторая браха. Ты могуч, ты постоянно нас спасаешь, даже от смерти. Михаимитим. И посылаешь нам спасение. Ишуа, Равлюшия. Мы сказали, что Ишуа, это как ты к нам поворачиваешься в трудные часы. Мациль, Ацала, как будто как тень. Как человек себя ведет, так же тень себя ведет по отношению к человеку. Равлюшия. И даже в тяжелых ситуациях, когда казалось бы, уже ничего не поможет, Ашем приходит и нам помогает, нас поддерживает, нас спасает, защищает. И тут важно очень подчеркнуть, что это изменение реальности в нашу пользу, оно не независимо от нашего поведения. То есть, когда мы меняем себя, меняется и реальность. Если мы хотим Ишуа, мы должны к этому сами настроиться. То есть, человек тонет, тонет, и он кричит, спасите, спасите. То есть, он просит Ишуа. Ишуа сам по себе не приходит. И поэтому наше поведение, оно как бы притягивает к себе спасение от Творца. То есть, изменения происходят благодаря нам самим. Как в этой истории, знаете, как рассказывают, один приехал в новый город и решил изменить весь город. Начал работать над этим, ничего не получилось, понял, что все старания зря, ладно, изменю хотя бы свой квартал. Не получилось, ну хотя бы там, где я живу, свой дом, тоже, люди на него ноль внимания, ну хотя бы свою семью, тоже непросто. В конце концов, ладно, хотя бы себя изменю в лучшую сторону, изменил себя и говорит, все изменилось. Говорит, на все другими глазами. Известная история. Можно больше сказать, что все вот эти вот испытания и проблемы вокруг нас, они возникают только для того, может быть, чтобы себя как бы исправили. Расскажу одну историю, настоящую, которая очень ярко демонстрирует вот этот момент. Был Раве Шалом из местечка Каминка. Как-то раз он приехал в другой городок, в еврейскую общину. Там к ним пришли местные евреи и пожаловались, что у них миква очень старая, нужно обязательно или отреставрировать, или построить новую. Так дальше только миквой жить нельзя. Ну, Рав сказал, Рав Шалом сказал, ну что ж, найдите себе какого-то нибудь спонсора, да, или скиньте себе, построите микву, что можно поделать, так обычно это работает. Они сказали, вы знаете, Рав, у нас нет общения как бы таких вели состоятельных, нам очень трудно. Есть один, есть один богатый, очень богатый, живет там чуть ли не во дворце, но он такой жадиной никому ни гроша не дает, поэтому нам ничего не можем поделать. Он говорит, Рав, ну как, если он богатый, то надо как-то с ним поговорить, ну пусть все-таки поможет общение. Он говорит, не, бесполезно, может, Рав с ним поговорит. Рав согласился остаться на шаббат, может быть, он придет на шаббат, там можно будет с ним поговорить. И на самом деле в шаббат богач пришел в синагогу, его звали Рав Ашер Аншел, пришел в синагогу, молиться в шаббат, и в мутий шаббат все пришли с Равом попрощаться. В том числе зашел наш богач Ашер Аншел попрощаться с Равином и попросил у него барху. Говорит, Ква-Дараф, благословите меня, да, как можно тебя благословить. Говорит, пожалуйста, сделайте так, чтобы моя жена быстрее уже ушла в лучший мир. Дело в том, что она меня вообще не уважает, орет на меня. То есть я мне с ней не жить совершенно, то есть не могу с ней жить совершенно, никак, ну все, то есть я человек уважаемый, она меня вообще не уважает, в грош не ставит. Зачем она мне нужна? Да, давайте сделаем какую-то калаля, да, и пусть она идет там, где будет лучше, я ее не хочу. Ну, Рав сначала, как сказать, удивился такой необычной просьбе, так сказать, просьбе, что его жена умерла. Потом говорит, ты знаешь, что есть совет, написанный в гаморе, написано так, То есть человек, если дает недр, его не сдерживает, то из-за этого греха умирает жена. Так он говорит, ты сделай так, ты дай какой-нибудь недр такой, хороший, сильный, потом ты его не исполни, Посмотри, что будет с твоей женой. Гаморай дает обещание, и что же дам это? Например, говорит, пообещай построить мигву новую, и не отстрой, и все. Рав, вы гений. Конечно, конечно, давайте я вас поцелую. Все, сейчас я собираю всю общину, всех собрал, говорит, господа, сколько можно жить без мигвы? Я беру себя в течение года, я строю новую мигву, огромную, шикарную, супер кошерную. Я не говорю, не блинедр, имнедр, имнедр будет мигва. Расписался, и довольный пошел домой. Приехал домой, и ну, и начинает ждать. Месяц, два месяца, три месяца, жена ходит, здоровая, как бык, еще больше на него варет. Вообще обнаглела. Четыре месяца, ну, он понимает, что что-то здесь не то. Собрался, поехал к Раву, говорит, квадрат, смотрите, я мигву не построил. И не начал ее строить, и не собираюсь ее строить. А я дал ныдр, а жена ходит, живая, как ничего не бывало, что-то здесь не то. Рак говорит, ты знаешь, давай откроем гамору. Открыли гамору, говорит, смотри, как тебе написано, нужно внимательно начать гамору. Написано, ба авон не дарим, и что шель адам мета. И что шель адам. И что шель адам. То есть ты должен относиться к своей супруге, как человек к жене. Ты к ней так не относишься. Написано, что надо пожать жену больше, чем себя. Нужно за ней ухаживать, подарки. Вещи известные. И что шель адам. Вот ты будь добр, относись к твоей жене, как положено, по торе. И тогда посмотрим, как она быстренько-быстренько отдаст коньки. Это, конечно, трудно. Такое испытание нашему Равашеру. Ну что ж, что не поделать. Что не делать ради дорогой жены, чтобы она быстрее сгинула. Накупил подарков. Приезжает домой. Такой добренький. Расцеловал жену, моя дорогая. Смотри, что ты тебе привез. Так ей чай предлагает. Совсем стал другим человеком. Ну. А жена, она тоже изменилась. Она вдруг тоже на него стала по-другому относиться. По-другому на него смотрит. Уже не кричит. Стала ласковая. Тоже ему подает покушать, да, и так далее. Ухаживает за ним. Он смотрит, что тут такая жена. Ничего, как бы, ну, можно с ней жить. Да. Человек как бы изменился. И так постепенно, потихоньку, постепенно отношения между ними начали налаживаться. Им стало вместе все лучше и лучше. И вдруг жена слегла. И, естественно, большая температура. И чуть ли не умирает. Наш Ашер Аншел начал плакать. Дорогая, что случилось? Она лежит уже при смерти. Он срочно взял, запряг к ней срочно к крову. В каминку приезжает. Квадарав, Квадарав. Моя жена умирает. Что поделать? Смотрит на него. Квадарав, дорогой. Ну, радоваться. Все мечты сбываются. Ты же этого хотел. Вот видишь. Все как все идет по плану. Он говорит. Не, 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 Квадарав, пожалуйста. Я извиняюсь. Не, не, не. Я это не имел в виду. Она, на самом деле, хорошая. Она улучшилась. Все изменилось. Пусть лучше она ставится с женой моей. Будь жива и здоровая. Пусть все будет хорошо. Рад говорит. Ну что, уже ничего нельзя поделать. Так бы уже все. Уже как бы, да. Газера. Газера. Как? Ну, неужели что-то можно поделать? Говорит. Рад, если тебе только один выход. Срочно отстрой Микву. Ты дал мне отстроить срочно Микву. Отстроить Микву? Это же куча денег. Я что буду? Я говорю, что давайте вообще не деньги. Ну, говорит, дорогой, выбирай, что тебе дороже. Часть твоих денег. Или жизнь твоей жены. Долго не думая, Равашер дал слово и начал быстро строить Микву. Отстроил Микву. Жена выздоровела. И все вернулось на круги своя. И в доме воцарился мир. Это к тому, что мы говорили, что Ашим посылает Ишуа. Спасение. Оравливающие постоянно посылают Ишуа. Но это во многое зависит от нас. То есть мы не должны просто ожидать, когда Ашим поможет. Нужно действовать, изменять себя. И тогда придет Ишуа. И дальше, конечно же, мы говорили про Гдуша. Гдуша. Это третья бараха. Акель Акадош. Акель Акадош. Это значит, что он недосягаем. И ему непостижим, как говорится. Он Кадош. И тем не менее, мы живем с ним бок о бок. Пытаемся его как-то постичь. И Ликадеш Тасмину. Ликадеш Эташем. Как это возможно? Как это возможно? Как это возможно? Смотрите. Скажем две вещи. Есть такой пасук. Есть пасук. Часть пасука. Книга Дворим. Я не ошибаюсь. То есть, ми яале лану ашамайма. Давайте посмотрим на этот час пасука. Видео на картинке. Ми яале лану ашамайма. В самом деле, кто может стать таким святым, как будто он поднимется на небеса. Это вопрос. Ми яале. Кто поднимется? Лану. Нам как бы ашамайма. Ашамайма это направление. То есть, кто поднимется на небеса из нас, из людей? Кто может подняться на небеса? Кто способен подняться на небеса? И высказать ашема. Ашем это как бы на небесах, а мы тут. То есть, вот такой вопрос. Это немножко такой драж. Смотрите. Смотрите. Первые четыре буквы четырех слов. То есть, то, что называется рошетивот аббревиатура. Мем ют ламвид гей. Ми. Мем яале ют лану. Ламет хашамайма. Хей. Получается вместе слово мила. Мила. Это намек на то, что для того, чтобы немножко приблизиться к святости, необходимо мила. Брит мила. Имеется в виду брит мила. Дело в том, что без брит милы человек не входит в союз. И поэтому все, что мы говорим, это как бы человек слушает. Но это не может повлиять на самом деле и войти внутрь, потому что человек не вошел в союз. Для того, чтобы все наши вещи, все наши молитвы, все, что мы учим, все, что на нас повлияло, как-то быть причастным к этому. Поэтому по-настоящему необходимо брит мила. Брит мила. Для которого есть брит мила, необходимо то, что называется лишмора брит. Лишмора охранять брит. Это значит вести себя в святости. И тогда последние буквы этих четырех слов ми, я, ле, лану, ашамайма, видите, это ютки, вавки. И тогда, если брит мила, в святости, тогда можно на самом деле почувствовать ютки, вавки, приблизиться к ашему. Это первая вещь. Вторая вещь, что касается к души, это, возможно, с помощью инструмента, который дал нам ашему, это разум. Разум, он дал нам разум. Именно этим мы можем как бы себя приблизить к ашему. И именно об этом будет наш сегодняшний урок. Это четвертая бараха о разуме. Только заметим, что мы переходим к разуму сразу после к души. Третья бараха это была к душа. Мы сейчас как бы поднялись ашамами, как мы сказали. И именно это вот место, этот момент, он больше всего подходит для того, чтобы просить разум. Мы сейчас как бы оторвались немножко, приподнялись. И мы просим, что мы просим, просим разум. Разум это вещь духовная. Мы просим сейчас вещь духовную. Хонен аддаат. Бараха называется хонен аддаат. Даат это, говорит Раш, это руха кодыш. Даат это руха кодыш. Руха кодыш. И известно, что даже вот ученый, в том числе Эйнштейн, он говорил, что вот, он чувствовал на себе, что вот его большие открытия, когда он что-то вдруг понимал, его открытие, он говорит, он чувствовал, что это спускалось сверху. То есть не просто как бы он до этого дошел, а когда он чувствовал, как это вдруг осенило, что это спустилось на него сверху. Это называется руха кодыш. Это касается науки. Ну и конечно не только науки. Все наши познания, они связаны с даат, даат это руха, а кодыш, поэтому это говорит сразу после их души. Итак, первые три барахи, это была первая часть Шмунайсера. Вторая часть Шмунайсера, это уже как бы просьбы. Начинается с четвертой барахи, называют это различные просьбы. Это называется 13 барахов, которые находятся посередине. Их 13 всего. И мы просим даат, первым делом даат. Кроме сказанного выше, что даат это что-то духовное, надо понять, что для того, чтобы быть человеком разумным, необходимо даат. Потому что человек, когда он ненормальный, ему ничего не надо. Я работал с людьми ненормальными, у них как бы все хорошо. Они не торопятся никуда. Они даже как бы сильно не злятся. То есть все нормально, все хорошо, ничего не надо. Да, они как бы просто не понимают, где они находятся. Поэтому, мне кажется, все хорошо. Чтобы человеку быть, да, как бы осознавать свое положение, где он к чему-то стремится, необходимо даат. Необходим разум. И чем больше разума, тем наши границы все больше и больше расширяются. И тем больше человек может прогрессировать. И заметим, что мы просим даат каждый день, три раза в день. Это говорит о том, что разум, он постоянно развивается. И постоянно нужно его как бы все больше и больше обновлять. И для разных ситуаций нужен снова разум. Потому что мы один раз получили разум, и так мы получили какую-то порцию, и мы так здесь живем. Это не так. Это как бы используем, и дальше получаем, дальше, 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 дальше. Мы постоянно пользуемся, да, даже при походе в магазин, чтобы знать, что купить, что выбрать. Элементарные вещи необходим разум. На каждый день человек в работе, там, врач, нужен разум, архитектор, инженер. В каждой области нужен разум. И все-таки главные причины пости разума, это не для того, чтобы функционировать в повседневной жизни, а в основном потребность для того, чтобы служить Ашему. Служить. Служить Ашему. Знаете, когда человек не хочет служить в армии, например, он прикидывается дурачком. А дурачки в армии не нужны. Если ты, как бы, а ты даже опасный человек, без разума, да, таких в армии не берут. То же самое, для службы Ашему нужен разум, без разума, как ты можешь служить. И помимо всего, мы говорили, что вся наша молитва, она построена на основе работы в храме. И написано, что Коэн, как бы сказать, Коэн такой, не вполне такой дурачок, как бы, да, он не может в храме служить. То есть Коэн должен быть адекватным, чтобы служить в храме. И мы, когда мы молимся, мы выполняем как будто роль Коэна, так сейчас храма нету. Мы как будто вместо Коэн, мы работаем в молитве. И мы тоже должны быть людьми адекватными, для этого необходим здоровый разум. Еще мы говорили, что тфилот, они основаны на наших праотцах. Помните, Авраам Цахьяков. А сейчас мы сказали, что тфила основана на курбанод, на работе в храме. Как это сочетает, может, как бы, противоречие. На самом деле, тут нет никакого противоречия. Что касается курбанод, так это касается времени, когда мы молимся молитвам. Утренняя молитва, утренние жертвоприношения, дневная молитва, это дневные жертвоприношения, шаббат, прошходыш, да, каждая молитва, она направлена на жертвы, которые были в храме. Это время. А кроме этого, надо понять, что наши авот, когда они служили Ашему, они тоже в себе уже несли работу курбанод. И так объясняется, что, например, Авраам Абину, он представлял собой парим, парим, бычки. Так есть он курбанод. Есть пар, да, есть квасим, есть там тоже иногда птички, но это редкость, и яль, да, и елим. Так сказано так, что парим, кенегит Авраам. Как мы это видим? Пасук. Если только пасук, веля бакар, рац Авраам. То есть бакар, крупный рогатый скот, бычок, да, это Авраам. Баран, бараны, жертва барана, это идет от Ицхака, Ицхака Вину, потому что его принесли в жертву, да. Потом взяли, вместо него привезли барашка, вместо Ицхака Авраам Вину зарезал барашка. Так как барашки, они как бы идут от Ицхака. И квасим, кевес, квасим, это уже Яков Авину, посылка снова посылка из Берешит. Вяксавим и Фрид Яков. Яков занимался квасим, и квасим это кенегит Яков Авину. Итак, мы сказали, что у нас барух Ашем есть даат, Ашем нам дал даат, и мы сейчас можем им пользоваться. Как пользоваться лучше всего для изучения Тору, потому что в Торе мы находим ответы на все вопросы, там есть вечная мудрость. И поэтому следующая бараха, которую мы видим после барахи о молитве, это будет Ашвейна Вину Торатейха. Мы просим, чтобы нас Ашем приблизил к Торе. Еще одно замечание скажу, что когда говорим Тора, Тора это не просто хумаш или Талмуд, Тора это весь образ жизни, который основан на Торе. Ну, это мы забегаем впервые, давайте посмотрим на слова молитвы и начнем разбирать молитву уже по словам. Итак, четвертая молитва называется Бина. Первая молитва из раздела Бакашот, Просьбы. Интересно, что все эти бараха 13, они начинаются с просьбы, да, то есть Лашон Бакаша, как бы, сделай так, сделай так, да, вылечи нас, там, дай нам изобилие. А в этой барахе, каково начало? Смотрите, начало такое. Ата хонен ля адам даат. Это не просьба. Это не просьба. Это как бы факт, да, это как бы, можно сказать, восхваление. Ата хонен ля адам даат. Ты даруешь человеку даат. Разум. Хонен ля адам даат. Я зачитаю всю бараху для начала, потом мы будем разбирать. Ата хонен ля адам даат. Умеламед ля инош бина. Ханен умиитха хохма бина ва даат. Баруха таашим хонена даат. Слово хонен, это мы сказали даровать, то есть это давать безвозмездно. Ата хонен ля адам даат. Давайте посмотрим на следующий слайд, увидим что-то интересное на нем, на следующем слайде. Ата хонен ля адам даат. Давайте перейдем на следующий слайд, если можно. Ата хонен ля адам даат. Вот. Ата хонен ля адам даат. Видите, последние буквы. Хей, нун, мем, таат. Если мы их составим вместе, то у нас получится слово маттана. Тут есть буквы мэм, тав, нунгэй. Буквы слов маттана. А так хонэльна там да. Как бы опять-таки нам такой намек, что Ашем нам дарует дат. Что такое дат? У нас есть много разных слов для того, чтобы мы сказали ум, разум, смекалка, мозги. Что только нет. И, конечно, иногда эти понятия путаются. Когда мы говорим, да, мы имеем в виду что-то такое общее понятие познания. Сейчас мы поймем, что есть в этой барахе четкое подразделение для каждого подразделения в области знания. Итак, первая строчка была, вернемся назад. Ата хонэн ла адам да ад. Даруешь человеку дат, знания, познания, разум. Умиламэд ле инош бина. И обучаешь, как бы преподаешь, даешь, даешь, ле ламэд, учить. Ле инош бина. Инош это тоже люди. Объясняет, что инош это в меньшей степени, чем адам ле-машаль, например. Но мы не будем в это вдаваться. Миламэд ле инош бина. Тут появляется слово бина. Смотрите, бина, сразу видно, что там есть буквы бен, да, между, что-то между, между, похоже на слово бонэ. Объясняется, что бина это то, что человек сам уже строит из информации посредством синтеза, да, то есть он как бы сам уже выводит что-то из другого. Это уже работа самого человека. Но, опять-таки, Ашем этому учит. А если ученик будет пассивный, то он не может толком учиться. Учим должен быть пассивным. В первом случае, когда пойдет речь о подарке, как бы, так Ашем нам заложил в голову какую-то информацию, просто даже без того, чтобы мы принимаем какие-то минимальные усилия. Просто нам заложено уже дат. А дальше мы должны работать, чтобы дальше этот дат его развивать. И третья строчка, ханейну миитха хохма бина вода. Тут уже просьба. Ханейну это уже просьба. Так вот, почему сначала эта бараха не началась с просьбы, как все барахот? Объясняется так, что эта бараха сразу идет после трех барахотов восхваления, после их души. И как бы неуместно и неудобно сразу, находясь на таком высоком уровне, мы еще где-то там витаем в облаках, где-то к душа, и сразу же просим, дай нам, сразу просьба. Поэтому мы так потихонечку спускаемся, и перед тем, чтобы попросить, мы продолжаем еще наше восхваление. Мы говорим, ата хонен ля дам да. Мы пока что еще ничего не просим. Мы пока что еще находимся на степени восхваления Ашемы. Как бы еще на степени к нему обращаемся, продолжаем к нему обращаться. Без просьб. И вторая причина, почему нет просьбы, дело в том, что в муцей шаббат, в этой барахе есть вставка. Тут ее не видно, я тут ее не поставил, но в любом седуре вы откроете и увидите, что там, где хонен адаат, вечерние молитвы, в муцей шаббат, есть вставка авдала. Мы разделяем между шаббатом и будничьим, потому что необходимо даат, какое-то познание для того, чтобы разделить между святым и будничным. Там вставляется барахан Авдалу, и считается, что в шаббат мы просьбы не просим. В шаббат нет просьбы, все хорошо у нас уже, все готово. И после шаббата начинается только просьба. Поэтому только мы сказали вставку на авдала, мы не просим просьбы. Это еще одна причина, почему это бараха не начинается с просьбы. Начинается от хонен ладамдаат, умиламедлено жбина, и тогда уже идет просьба. Ханену миитха хохма бина вдаат. Тут мы видим три степени, как бы три разные меры познания, три разные категории. Ханену, то есть даруй нам, миитха от тебя, все наши знания идут от Ашема, миитха от тебя, миитха, ханену миитха. Это как было ханену, опять-таки это как бы, это как бы форма поведительного наклонения, но тут просьба имеется. Ханену миитха, три вещи. Хохма бина вдаат. Объясняется так, что хохма, это то, что человек учит от учителя, это хохма, человек умный, он принял что-то от учителя, он теперь хахам, но он должен сам эту информацию проработать и сделать из нее выводы. Это уже бина. И третья степень, третья степень это даат. Даат это как бы такая смесь знания и чувств, и эмоций. То есть человек узнает, что-то наверняка, он как бы себя уже олицетворяет этим знанием, не просто он знает какую-то информацию, он живет этой информацией. Это уже даат. Даат это связь. Как написано, в Адам яда и тхава и что? Человек познал хаву, жену свою, познал. То есть пошел с ней связь. В Адам яда и тхава и что? Даат это связь на уровне эмоций, поэтому самая высшая степень знания, это уже, когда мы все проанализировали, взяли выводы, и мы как бы приняли это в себя, это уже даат. хухма бина в даат. И все это дается человеку. Адам. Адам. Есть другие нусахим, другие варианты этой брахи. Иногда мы говорим ханын митха хухма бина в аскель. Аскель. Пишется син кав ламит, как слово сехель. И есть решением, которое утверждает, что правильная версия, это не даат, это именно аскель. Есть и другие, где написано аскель. Хахма бина в аскель. Что такое аскель? Интересно, что сын, гаун мебиль на рабе Авраам, он объясняет, что аскель – это от слова успех. Как написано в книге Йошуа, в самом начале, в седьмой послуг, написано «таскиль бухоль аширтелех». Вот этот корень «таскиль», как бы «сехель», «таскиль бухоль аширтелех». То есть, имеется там, что ты переуспей во всем, во всех твоих делах. Бухоль аширтелех. Во всех твоих начинаниях, везде, где пойдешь. «таскиль», поэтому «таскиль» – это успех, то есть, это знание, оно уже переходит в успех. Помимо этого, три категории, три стадии, это объясняется, что это хохма бина в даат, это Тора, это невим и ктувим, три раздела Торы, хохма бина в даат, также это микра, мишна и гмара, разделы Торы. То есть, эти знания, три раздела знаний, они как бы все обключают три раздела Торы. И дальше мы заканчиваем бракху «баруха таашем хонен адат». «баруха таашем хонен адат». Если мы почитаем слова этой бракхи, то у нас получится 17. Наш урок называется «17 мгновений бины». Была идея, что мы сможем за 17 минут заложить всю информацию, видите, это трудно успеть, но зато у нас есть 17 слов к этой бракхе, и это, конечно, тоже не случайно, это не просто 17 мгновений бины, а это нам показывает на 17 человек, которые поднимаются к Торе в течение недели. Давайте посчитаем, сколько человек поднимается к Торе за неделю. в Шаббат поднимается больше всего, да, правильно, есть 7 человек, плюс еще есть мафтир, это 8. Получается, в Шаббат поднимается в Торе читатуру 8 человек. Потом Минха это еще трое, это уже 11, и потом на протяжении недели у нас есть Шини и Хамиши, два дня, по трое, это 6, и получается всего 17. То есть, это 17 слов, они как бы показывают на 17 человек, которые поднимаются к Торе, чтобы каждый из этих человек, у него хватило разума постичь свою часть в Торе. Но вообще, надо заметить, что чтобы постичь что-то, хотя бы что-то, чтобы получить разум, необходимо быть прежде всего Адам. Написано Хунель Адам, да, был такой один бахур, ему уже было лет 25, он как бы никак не мог жениться, ему предлагали хороших невест, никак не мог жениться, я хороший Широ к нему подошел, говорит, дорогой, ну что, уже как бы затянулось время, уже все твои друзья уже все женились, а ты все думаешь, раздумываешь, что ты ждешь. Он говорит, ну, Квадарав, ведь написано же, что Ишана А, Дирана А, Мерхива Датошил Адам, да, красивая жена, красивая квартира, они расширяют на них человека, это полезно для Торы, чтобы Торы учить, нужно быть, как бы, нужно арховато, да, да, должна быть красивая жена, красивая квартира, пока все не предлагали, такого, я такого комплекса, такого сочетания не нашел, либо была квартира красивая, хорошая, а жена так себе, либо девушка красивая, но без квартиры, а я вот и все жду, жду, когда будет, наконец-то, и девушка красивая, и квартира хорошая, большая, пока того не предлагали, для Торшива, смотри, написано же, Мерхива Датошил Адам, то есть, прежде всего, ты будешь человеком сначала, ты будешь Адам, потом уже говори про, того, чтобы у тебя было Архават Адаат, чтобы расширить свои горизонты, да, и вообще, что касается Добрахи, то Рабина Ахмана, он говорил, что Всевышний дает разуму, разум тому человеку, у которого хватает разума, просить разуму, так давайте же будем достойны получить разум от Ашема и направить этот разум в правильном русле, всего хорошего, до следующих встреч.